Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Сразу перехожу к теме доклада. Ну, колоректальный рак по всем своим критериям относится к основным принципам заболеваний, которые ВОЗ определяет как те, которые должны подлежать скринингу. Не буду перечислять, поэтому то, что мы об этом говорим много лет и не перестаем работать над этой проблемой, является, скажем так, правильным и очень актуальным. В настоящий момент, если руководство нормативными документами, которые приняты в нашей стране, то в первую очередь мы говорим о приказе Минздрава Российской Федерации об утверждении порядка проведения профилактического осмотра и диспансеризации. То есть, основываясь на этом приказ, все, что мы можем применить к скринингу колоректального рака, пока еще так, конечно, официально громко это не называется, пока это все выглядит официально, наверное, как диспансеризация, но тем не менее мы должны уже проводить параллель, и все, что мы делаем в рамках первого этапа диспансеризации, изначально уже считать, скажем так, подготовкой и первым шагом к скринингу, который, я надеюсь, скоро заработает и в нашем регионе, и во всех субъектах в частности. То есть, то, что касается первого этапа, мы должны, что мы можем обратить внимание, то есть, на анкетирование уже об этом говорилось, какие-то признаки аномии в общем анализе крови, и, конечно, кал на скрытую кровь. В настоящий момент лицам от 40 до 64 лет он должен проводиться один раз в два года, а от 65 до 75 лет – это один раз в год. При положительном результате или при каких-то особенностях в анкетировании и в других клинических симптомах врач первого звена, который оценивает результат первого этапа, может уже пациента направить на второй этап, куда совершенно официально входит колоноскопия, причем в этом приказе отражено, что она может проводиться с применением анастезиологического пособия. Что касается Самарской области, положение с заболеваемостью и смертностью колоректального рака пока остается, скажем так, серьезным. И даже могу сказать, что в 2021 году, тут еще нет этих цифр официальных, но колоректальный рак вышел в нашем регионе на первое место и по заболеваемости, и по смертности. Поэтому работа не прекращается на тем, как эту ситуацию изменить. Активная выявляемость остается достаточно низкой. Показатели уровня заболеваемости и смертности высокие. Конечно, золотым стандартом диагностики является колоноскопия. И, конечно, в противовес ригоскопии, тросамдоминальному исследованию, ультразвуковому компьютерной томографии, и даже виртуальной колоноскопии. Потому что при всех этих методах исследования минимальное изменение слизистой оболочки выявить, конечно, можно четко сказать, что нельзя. А при виртуальной колоноскопии нельзя выявить уточняющие, детализирующие методы оценки найденного образования и взять морфологическое подтверждение. Говоря о скрининговой колоноскопии, она должна, если говорить так алгоритмично, и в целом ответить на следующий вопрос. Есть или нет вообще какая-либо патология в толстой кишке? Если она есть, то есть вы выявили какие-то отклонения от нормы, то это опухолевая или неопухолевая патология. Если речь идет, и эндоскопист верифицирует найденное образование как опухолевую патологию, то какая это опухолевая патология? Мы должны помнить, что помимо рака аденомы еще встречаются другие виды опухолей в толстой кишке, такие как лимфомы, неэпитериальное образование. Если это рак в толстой кишке, то какая форма, ранее или распространенная? Ну и в заключении, в идеале эндоскопист должен спрогнозировать, каким способом оперировать данное найденное образование в толстой кишке, эндохирургическим или стандартным. Значит, что касается эндоскопических находок, которые может выявить скрининговая колоноскопия, значит, какие это могут быть группы, то есть патологии не выявлено, либо это какие-то анатомические особенности, не требующие никакого особого вмешательства, например, как долиха сигма. Доброкачественное эпителиальное образование, злокачественное эпителиальное образование, неэпителиальные новообразования, лимфомы, нейроэндокринные опухоли. ВЗК или наследственные заболевания толстой кишки, или аномалии, такие как дивертикулез, и редкая патология. Вот справа приведены примеры кодировки, которые мы когда готовились к нашей скрининговой программе в Самарской области, я вот нашла в программе в Казахстане. То есть они даже рекомендовали, у них специальные нормативные такие вот журналы, кодировать проведенную скрининговую колоноскопию определенным шифром в зависимости от того, что найдено во время исследования. Значит, если патология не выявлена, или обычные анатомические особенности, которые иногда являются даже вариантом нормы, значит, если была неадекватная подготовка менее 6 баллов, то повторная колоноскопия через год. Если колоноскопия полностью негативная, то пациент дальше переходит в программу диспансеризации, ему повторяется анализ колоноскрытой крови через 2 года или через год в зависимости от возраста, либо повторная колоноскопия при негативном анализе колоноскрытой крови в течение 50 лет. При доле х-сигме, доле х-колне, если есть какие-то симптомы, консультация гастроэнтеролога, или коллапрактолога. Что касается доброкачественных эпителиальных образований, если коротко, да, они все должны быть удалены. До 10 мм рассматривается удаление методом холодной петлевой резекции, либо уже речь идет о двухэтапной полипектомии, ЕМР, ЭСД или о хирургическом лечении. Что касается наблюдения с низким риском, то можно повторить колоноскопию где-то через 5 лет. Это имеется в виду 1-2 табулярные аденомы менее 10 мм с низкой степенью дисплазии или зубчатые аденомы менее 10 мм без дисплазии. Через 3 года целесообразнее колоноскопию повторить у пациентов с высоким риском. То есть если были выявлены при первичной или скрининговой колоноскопии велезные аденомы более 10 мм с дисплазией высокой степени или 3 более зубчатые аденомы. Или зубчатые аденомы более 10 мм с любой дисплазией. Значит, ну, возможности холодной петлевой резекции эпителиальных образований сейчас даже по многим докладам расширяются. Но вот предыдущий доклад, меня еще раз, мы тоже очень широко в общем-то в нашем онкодиспансере это применяемо, у нас такая установка. Но вот предыдущий доклад еще раз меня навел на мысль, что не все дело в размерах, не все дело в размерах. То есть такая тщательно уточняющая деталь диагностика перед вот этим способом удаления нужна, об этом вот надо помнить. Что касается злокачественных эпителиальных образований, что может сделать эндоскопист, который проводил скрининговые исследования? То есть, конечно же, взять биопсию, сделать грамотный протокол эндоскопического исследования с точными границами описания опухоли и направить пациента в специализированное учреждение, где будет решен вопрос о его уже дальнейшем лечении. Что касается неэпителиальных новообразований, напоминаю, лимфом, нейроэндокринные опухоли. И здесь примерно такая же тактика, как и с злокачественными новообразованиями. То есть пациента нужно направлять в специализированное учреждение, предварительно, по возможности, взяв биопсию. Воспалительные заболевания толстой кишки и дивертикулез или какая-то редкая патология, например, какая-то сосудистая мальформация, значит, биопсия здесь берется при необходимости, то есть не при всех состояниях она показана в этих случаях, грамотный протокол, и направить в специализированное учреждение, в гастроэнтерологу или в коллопроктологию. Хочу обратить внимание, это, конечно, не тема нашего, скажем так, сегодняшнего конгресса, но тем не менее, когда эндоскопист проводит скрининговую колоноскопию, всегда нужно обращаться на перианальную область, на зону анального канала. Она иногда остается, скажем так, или слепой, или быстро пролетаемой, потому что колоноскоп вводится, как правило, сразу в нижний ампулярный отдел. Хочу обратить внимание, особенно молодых врачей, что эта зона должна быть детально осмотрена, если удобнее, то на выходе при извлечении колоноскопа, потому что там бывает тоже особая предопухолевая патология, такая как анальная интраэпителиальная неоплазия, либо рак анального канала, и пропуск его во время скрининговой колоноскопии, ну, это, как можно сказать, тоже будет дефект эндоскописта. Осложнение скрининговой колоноскопии, ну, они известны, описаны. Вот помню, на каком-то симпозиуме был слайд, по-моему, концево, вот как раз и Владимир говорил, то есть вот около 14 миллионов скрининговой колоноскопии проводятся в США в год скрининговых, и вот частота перфораций, кстати, 14 тысяч, даже немножко такая вот за год в США, ну, пугающая цифра, ну, или одна десятая процента. Ну, тем не менее, все может случаться, но не должно превышать вот таких вот в идеале показателей. Контроль качества скрининговой колоноскопии – это, конечно, грамотный и красивый протокол, если есть техническая возможность фотодокументации, показатели выявления полипов и аденом от 20 до 55 процентов, и колоректального рака до 3 процентов, ну, и осложнение, то есть менее одной перфорации на тысячу исследований и менее одного на 100 исследований кровотечения. Значит, вот мы готовились уже несколько лет к внедрению скрининга колоректального рака в Самарской области. В этом году нам пришло в голову вообще, в голову предварительно оценить вообще, вот как правильно говорил первый докладчик, что мы можем засыпаться на втором этапе, то есть на количество колоноскопии, и надо понимать вообще, кто их будет делать, сколько может на нас их свалиться, да, и где это будет делать. То есть вот если брать так грубо, у нас в регионе около 1 миллиона жителей в возрасте от 40 до 64 лет, то есть им, скажем так, вот при правильном целевом показателе потребуется где-то полмиллиона анализов кал на скрытую кровь, и от 65 до 75 лет, это где-то там более 300 тысяч человек. То есть ежегодно в регионе надо будет проводить вот под миллион, около 900 тысяч анализов кал на скрытую кровь. В идеале, вот, скажем так, если все это люди пройдут, значит, из числа выполненных тестов мы прогнозируем от 5 до 11% положительных. То есть это где-то, ну, вот берем средние 5%, это где-то 50 тысяч, то есть по идее 50 тысяч жителям, 50 тысяч жителям Самарской области нужно будет выполнить скринговую колоноскопию. Могу сказать, что в настоящий момент стабильно на протяжении где-то с 20-го, с 2019-го года у нас в регионе выполняется 25 тысяч колоноскопий. Ну, по данным отчета, это вот для Минздрава Самарской области, ну, может быть, еще плюс какие-то частные клиники, но это не намного больше, у них там поток небольшой. То есть мы должны вот к этому количеству готовиться, и, естественно, как бы все мероприятия, которые в нашем регионе планировались и уже часть сделана, были направлены на это. У нас к 2024 году должно открыться 12 центров амбулаторной и онкологической помощи. В настоящий момент уже, честно могу сказать, включая и гастроколоноскопию, работает 5 центров, то есть один в Тольятти, один в Сызрани, это наши крупные города в регионе, и в Самаре активно работают два, и сейчас уже подсоединяются, там заканчиваются какие-то там ремонтные или там монтаж оборудования, еще два центра в городских больницах. Ну, вот так вот это выглядит на карте. То есть вот сейчас 4 уже практически активно работают, и вот 5, это вот на конец 2022 года, и 5 открывается в начале следующего года. В Самарской области, значит, вышел приказ Министерства здравоохранения, в Самарской области, который вот с 1 января должен заработать. То есть там, ну, маленькие выдержки просто для примера, для опыта для других регионов. То есть там расписан вот блок-схема организации скрининга колоректального рака, то есть будут централизованные лаборатории, куда будут стекаться анализы калоноскрытой крови, их несколько пунктов будет. Вот, и также много над этим работали, расписана маршрутизация, где пациент будет проходить колоноскопию. Ну, вот могу прямо привести пример, то есть это не слова, это на самом деле так, то есть все больницы, куда есть прикрепленное население, ну, за исключением, например, там экстренных, да, там больниц скорой помощи. То есть, ну, каждый из них изначально уже будет знать, если у них нет оборудования, потому что вот в последний проект оснащения первичного звена, к сожалению, поликлиники не вошли. Вошли центральные районные больницы, поэтому все знают, куда будут направляться пациенты для прохождения скрининговой колоноскопии. Примерно это, скажем так, уже продумано. Ну, и будем надеяться, что это все заработает. Вот, конечно, высокую роль в этом играет и первичное звено, да, вот, чтобы вот это все заработало, мы очень на это надеемся. Многие страны пишут про письма приглашения личные. Я думаю, что если какая-то поликлиника или какой-то даже отдельно взятый там врач первичного звена, скажем так, это захочет сделать, то это будет только лучше, и, возможно, показатели охвата, скажем так, в этой конкретно взятой поликлинике или участке будут намного лучше. Ну, и, конечно, вот все это для того, чтобы наши хирурги как можно меньше встречались вот с такими находками в операционной, которые, к сожалению, ну, еще имеют место быть в достаточно большом количестве. Ну, как сказал один известный ученый, что, конечно, профилактика, это, ну, скажем, пока что является второй скрипкой, по сравнению с героизмом, который наши хирурги показывают в операционных, и надеюсь, что мы как-то изменим эту ситуацию, чтобы профилактика тоже заняла первую роль. Все, благодарю за внимание. Спасибо, Ирина Иосифовна.